Всем привет! Сегодня у нас три такие вот коробочки. Это три коробочки от компании Blitzwolf. Давайте по одному будем открывать и смотреть, что находится внутри. Первая вот такая вот коробочка, черная полностью, симпатичная, минималистичная. Вот так вот она открывается красиво. Сразу же мы видим руководство, пользователи, такая вот красивая бумажка с логотипом компании и такой вот чехол. И как вы уже поняли, здесь находятся наушники и здесь вот такие вот наушники. В комплекте также сменные амбушюры, хорошенький чехол, которым можно даже кидать и ничего с ним не будет. И вот сами наушники. Стоимость этих наушников 15 долларов. Есть вот такой вот весь в комплекте, чтобы не скручивались наушники. И сами наушники выглядят вот таким вот образом. Давно у нас не было обычных проводных наушников и сегодня у нас целых двое их будет. Вот такие вот простенькие наушники, ничего здесь такого прям сверхъестественного нет. Но стоят они 15 долларов, что не так дорого. И за 15 долларов внешний вид неплохой. Такой вот здесь есть пульт, вот такие вот клавиши, все удобно нажимается. Такой вот тоненький здесь кабель. Мне не очень нравятся наушники с тоненьким кабелем, так как, ну, многовероятно, что долго они не продержатся. Где-нибудь вот здесь порвутся и будут работать только от на ухо. Что касается миниджека, то, да он тоже не особо защищен. Здесь чуть-чуть потолще, конечно, но все же не совсем крепко. Но с другой стороны стоят они 15 долларов. Давайте распакуем сначала и вторые наушники. И уже потом я послушаю их и уже сравню, что круче. Ну, здесь такая более плотная коробочка. Стоимость этих наушников на 5 долларов больше. И смотрите, какая здесь инструкция. Очень-очень толстая инструкция. Даже на некоторых телефонах она меньше. Вот это прям меня удивило. Здесь чуть-чуть другой кейс находится. Вот такой тоже логотип Blitzwolf. У нас, как я понимаю, поменьше. И давайте посмотрим на сами наушники. Стоят 20 долларов они. И здесь у нас также сменные амбишуры, прищепка и еще что-то. И еще одна прищепка. Целых две прищепки в комплекте. Эти уже наушники выглядят покруче. Здесь состоит два динамика. В отличие от вот этих вот наушников. Тоже такая вот цеплялка. Тут тоже такой тоненький кабель. Давайте сравним с вот этими. Ну да, идентичный. И сами наушники. Ну да, в принципе, похоже. Кабель вот такой вот здесь управления. Миниджек. В принципе, да, они в кабеле одинаковые. Что касается самих наушников, они выглядят поинтереснее. Здесь такой более необычный такой дизайн. Они у нас полностью пластиковые. Давайте я сейчас послушаю наушники. И вернусь к вам. Я уже решим, стоит ли покупать наушники за 20 долларов. Или можно купить за 15. Или оба этих наушника полное фуфло. Давайте проверим. Послушал я наушники. Сравнил их с гибридами. И давайте начнем с более дешевой версии. Которая стоит 15 долларов. Она все же подойдет больше людям, которые любят бас. Которые слушают всякую музыку с басом. А для обычных песен эти наушники не очень подходят. Да, возможно, чисто для меня. Но мне очень сильно не хватало низких частот. В сравнении с гибридами они проиграют очень сильно. Ценник у них одинаковый. Гибриды сейчас вы найдете за 15 долларов. Эти наушники стоят тоже 15 долларов. И мне они не особо понравились. Да, басы здесь лучше, чем у любых наушников, которые здесь. Но мне басы не очень важны. А вот то, что низких частот не хватает, вот это мне не понравилось. И следующие наушники, которые стоят 20 долларов, это уже более крутые наушники. Это действительно конкурент к гибридам. И дальше уже идет субъективное мнение. Мне больше все-таки нравятся гибриды и по дизайну. И здесь ремешок все-таки более толстый. По качеству, да, плюс-минус. Здесь уже все одинаково. Если кому-нибудь понравится дизайн вот этих наушников. Плюс то, что в нем есть чехол в комплекте. Да, покупайте эти, не прогадайте. Давайте теперь перейдем вот к этой коробочке. Последняя коробочка у нас так вот отличается от этих по цвету. И здесь находятся не наушники, но здесь находится фонарь. Да, да, очень-очень много у нас фонариков. Вам, в принципе, это нравится. Мне как-то тоже в последнее время понравились фонари. И здесь у нас вот такой вот фонарик. Этот фонарик конкурент фонарику Torfire. Они у нас очень похожи. Чуть-чуть больше, буквально на пару миллиметров. Этот фонарь. Что касается внешнего вида, то здесь вот такой вот металлический корпус. Здесь диод выдающий 750 люминс. И здесь работает от аккумулятора 18650. Вот сюда он вставляется. В принципе, во всем остальном это похожий фонарь на Torfire. Кто видел обзор, тот уже, наверное, понимает. Давайте же сразу протестируем его. Сравним с Torfire. Вот его самый слабый режим. Дальше у нас вот такой вот режим. И последний, самый яркий, вот такой вот режим. Светит этот фонарь, не знаю, передается на камеру или нет, более холодным свечением. И дальше у нас уже идет стробоскоп. Что касается яркости, он достаточно яркий. И давайте же сравним его с фонариком от Torfire. Вот максимальный режим фонарика от Torfire. А вот максимальный режим фонарика от Blitzwolf. Не знаю, на камеру вроде не видно. Но у Blitzwolf более холодное свечение, вот. А у Torfire оно более теплое. Что касается дальности, яркости, то они практически идентичны. Плюс-минус, мне кажется, Torfire все же поярче. Хотя вот на камеру кажется, что Blitzwolf поярче. Но на самом деле, вот чуть-чуть, буквально, наверное, на несколько десятков сантиметров в дальность будет ярче Torfire. Что касается нагрева, то у Blitzwolf он есть. Не сказать, что он сильный. Не сказать, что это напрягает. Нет, он нагревается, но не сильно. В этом плане Torfire выигрывает. У Torfire нагрева практически-практически нет. И мое мнение, это неплохой фонарик. Он стоит дешевле фонарика от Torfire. И это отличный вариант к покупке. Если вам нужен хороший фонарь. Также в нем есть защита от брызг IPX8. И в дождь вы можете им пользоваться. Вот такие вот посылки у нас сегодня были. Если вам понравился ролик, поставьте лайк. Поддержите проект. Участвуйте в конкурсе. Всем спасибо. Дальше будет намного интересней. Пока-пока.